смотрите друзья у нас ночью заморозки уже до 10 градусов какая красота у а а а и Так, сейчас раннее утро, солнце еще не появилось, как вы видите, вокруг меня один и не. Вот, сегодня очень холодно, сегодня мороз. У нас в Беларусь пришла не календарная, а просто самая настоящая зима. Где-то, как уже говорят, выпал снег, здесь еще нет. Здесь пытался встать лед, но ему не дали этого сделать. Вот, поэтому я собираюсь и иду ловить щуку. И на что я буду это делать, и как я это буду делать, я буду все показывать сегодня. Один поводок металлический себе сделаю, на вторую, на запасную удочку я себе поставлю флюрокарбон. Не знаю точно, на что буду ловить, потом там все будет зависеть от условий, я типа определюсь. Будем поплотно, воздух изъякать. Тоненькие, аккуратненькие. Длина, наверное, где-то сантиметров 20-25. И такие прям можно, наверное, использовать для любой снасти. Так, сегодня мороз, поэтому я буду использовать смазку силиконовую Хантекс. Такую вы можете найти у нас в интернет-магазине. Ссылочку на него я оставлю в описании к видео. Значит, обработаем колечки. У меня руки сейчас отвалятся. Реально отвалятся. Реально очень холодно, очень, ребята. Наверное, перебор, слишком много я думаю, ну ладно, ничего страшного. Все, обработали силиконом. Купила вот таких вот колебалочек себе. Таких вот. Мэпс, типа, считается, что это очень высокое качество, все дела. Но мне не понравилось, что по какой-то причине вот здесь вот на самом еще, я еще даже не пользовалась, и здесь уже отбита краска. Стоят они не маленькие деньги, поэтому, ну, как бы, должно, наверное, все быть идеально, а оно не идеально. Не знаю почему, причем, причем такая тенденция, она наблюдается на каждой вот блесне, вот тут уже краски нет, вот здесь изначально краски нет. У меня такое впечатление, как будто бы оно вообще чуть-чуть трется, и сразу начинает стираться. Это очень странно. Купила вертушек вот таких вот, аглия, все слотного цвета, разных размеров, вот такие вот. Ну и по водлирочкам немножко прошлась. Теперь у меня есть вот такие вот косодаки, хотя у меня было что-то похожее. Рыбка мне вот такая вот понравилась. С хвостиком резиновым. Хочу вообще посмотреть, как она будет работать, и цвет у нее классный. Такая вот каровская штучка. Посмотрим тоже, как она будет работать. Вот рыбка тоже. Похоже вот это вот, кстати, на форель. Ребята, смотрите, лед принесли. Кажется, мы будем сейчас ловить рыбу на льду, блин. Я говорила, надо было ледобур брать с собой. Серьезно? Сколько интересно, сколько надо, чтобы ледобур зашелся? Ну, не знаю, вот если бы вчера... Бо-что-то бьет автобус. Какие шедевальные там все съемки. Вообще супер. Медь, латунь. Вот это вот, это жереховая такая больше. У нее щуку тоже выпьет. Да, вот на такую вот, на немане, окунь вешается, что дурной. На такую большую? Да, на большую. Короче, мы стоим ждем, пока появится солнце. Чтобы лед больше не становился, мы могли нормально ловить. Потому что у нас порос, ребята. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И знаешь, почему самое интересное? Это дамбы, а оно идет вот так вот. Ты будешь стоять здесь... Только в оберега типа? Да, ближе к тому берегу. Тебе надо попасть вот сюда. А, вот сюда. Вот сюда, либо сюда. Короче, снова распределились по зонам. Первая зона, с которой я начинаю, это зона Б. Сектор у меня шестой. Идем ловить. Идем ловить. Ребята, это просто анриел. Вы посмотрите, какой лед. Посмотрите. Господи. Я уже несколько раз успела поменять. Наживку сейчас поменяю еще раз. Решила все-таки, что начинать буду с этого спиннинга. Оп. Сейчас. С Лаки Джона. Но вот эту вот вертушку я заменю на похожую, но другого цвета. Сейчас я ее найду. Вот, у меня есть вот такая вертушечка. Такая. Я буду бросать сейчас на нее. Это, кстати, если кому-то интересно, тоже вертушка Лаки Джон. Реально, мне нравится вот качество этих вертушек. И нравится, что они очень хорошо крутят, очень хорошо заводятся. А рыбка вот эта вот, она просто придает ей больше веса, за счет чего сейчас она будет дальше лететь. Как мне объясняли, как я смотрела видосики, сейчас, скорее всего, вот ее сейчас лед разгоняют. Лучше, наверное, ловить со льда. Поэтому, не со льда, а точнее с глубины. Поэтому нужно, чтобы что-то стояло тяжелее. Хвостик такой красивый, смотрите. Хвост. Деревенские охлопцы идут на дискотеку. Стои, пойдемте. Надо пробовать вобли? Ну, конечно. Почему? Потому что утром раздача была поверхность, значит, были поверхностные поклевки в первые часы. Ну, утром, я расхода с вас, вся щука брала поверхность. Соответственно, вы знаете, они ловили, да? Чтобы все видели. А вон выплескиваются. Правильно, потому что в этом поверхностные поклевки и будут. Там уже выплескивается рыба. Знаете что, я буду сейчас пятый раз посоветовать. Мне, кстати, каждый советует, чтобы вставить. Я уже сейчас пятый раз поменяю. Будем. У меня просто молодежка. Конечно. Бойки вообще не сучки. Вот это вот. На потяжках таких, любки. Чего? Чего? Теперь я сейчас поменяю. У меня будет вот такой вот водородчик. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Какое я шу... Хоп-хоп-хоп. Ну, ты первая. Ха-ха-ха. КОНЕЦ 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 Я уже столько сустек, у меня что с ума сойти. И все равно ничего не клюет. Но все равно у меня есть повод, чтобы сделать видео. Почему? Потому что чуть позже я вам расскажу. Я расскажу об условиях розыгрыша, в результате которого любой из подписчиков, который выполнит условия, которые я установлю, сможет получить удилище спиннинговое. Так, получается, я сейчас перешла на другую сторону. Здесь корочки льда вообще нет, несмотря на то, что здесь тенек. Только вот тут чуть-чуть под берегом. Вот там, несмотря на то, что там солнце, видите, на лодке плавает человек, он разгоняет лед. И там почему-то, там где дамба, там горка льда больше всего. КОНЕЦ КОНЕЦ И сегодня было словно очень мало рыбы. И побеждать всегда в любом соревновании сильнейших. Вот так. Если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно это сделайте. Поставьте лайки на видосики, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Для того, чтобы следить за обновлениями, достаточно нажать на колокольчик, который находится на главной странице нашего канала, либо под любым из видео. Ну что, сегодняшний день я хочу закончить тем, что объявляю о розыгрыше вот такого вот замечательного нового спиннинга Кастмастер Волжанка из углепластикой. Сейчас я хочу вам его показать. Субтитры сделал DimaTorzok Условия розыгрыша абсолютно простые. Для того, чтобы побороться за вот этот спинг, вам необходимо подписаться на мой канал, поставить лайк на этот видосик и отрепостить его в социальные сети. Я предупреждаю вас, что розыгрыш состоится 31 декабря, не знаю, в прямом эфире, а может быть не в прямом, я постараюсь, естественно, в прямом, но вы должны открыть свой канал YouTube, чтобы у меня не возникало проблем с тем, когда я на него выйду, чтобы я могла увидеть, что вы подписаны на мой канал и что в понравившихся видео у вас есть вот этот вот видосик. Также после того, как вы отрепощиваете мой видосик себе в социальные сети, вы берете ссылочку на свою социальную сеть, кидайте мне в комментарии под этот видосик, чтобы я потом также могла проверить, что там есть репостик. Вот, все просто предельно, 31 декабря состоится розыгрыш, если будет в прямом эфире, то я обязательно еще скажу, когда именно и во сколько. Если это будет простая запись, ну, естественно, что вы ее увидите, может быть, в канун Нового года или кого-то это будет очень хороший новогодний подарок. Вот, поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки на видео на это, ставьте лайки на другие видосики впереди, очень много будет всего интересного. Я стараюсь постоянно развиваться, я стараюсь постоянно говорить, рассказывать о своих впечатлениях от снастей, от вещей, которые я использую, от рыбалки, от мест, в которых я бываю. В общем, я стараюсь просто показывать вам все, как есть на самом деле. То есть, это все не игра, это все делается не наигранное, это не по сценарию, это просто жизнь. Вот так. Поэтому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok